Привет! В этой серии видео я хочу продолжить рассказывать про то, как проходила моя беременность. Итак, третий триместр. 32-я неделя. Меня мучает дикая изжога. Спасаюсь с мектой, вот еще можно Рейни и Маалу. Обнаружила, что очень сильно разошлись тазовые кости, и многие брюки, джинсы на меня не налазят. Именно в бедрах. Позвонила подруге, и она меня успокоила, что после родов все должно вернуться на свои места. Стало тяжело много говорить. Живот давит на легкие, и не хватает воздуха. Особенно это стало заметно, когда я попыталась почитать вслух. Я сразу стала задыхаться. Новая тема. Болят вот эти пальцы рук, вот эти фаланги верхние, когда сгибаешь. Особенно по утрам и вечерам. В общем, я гуглила, пыталась найти причину. В интернете, естественно, куча сразу страшных симптомов. Но, скорее всего, это опять вот гормон ревоксина. А еще то, что вот оно опухло. Вот, немножко суставы там. Заартритились. Совсем не хотелось ехать на работу. Но, таки решилась, надо поехать отдать бумажки. Коллеги задавали глупые вопросы. Сколько процентов от зарплаты мне будут платить. Вообще, я уберяюсь и поняла, что у нас вот по этой части очень многие вообще не знают нормативную базу. И многие думают, что беременные женщины что-то там оттяпывают у работодателя. Я хочу заявить, что работодатель беременным женщинам из своего кармана не платит. Платит государство. И работодатель вступает только посредникам. Единственное, чем может не устроить работодатель и беременная женщина, это то, что ему приходится держать ставку. И то, что он обязан предоставить после декрета беременной женщине работу. Просто реально я столкнулась с тем, что многие думают, что я нагнула работодателя тем, что я ушла в декрет. Это не так. Я никого не нагибала. То есть работодатель выплачивает сначала из своего кармана, но потом ФСС, фонд социального страхования, возмещает ему эти расходы. Попадает в этом случае только женщина, так как она лишается дохода. Потому что при нормальном уровне заработной платы все эти пособия, это просто какие-то издевательства. Еще второе. Три года женщинам не платят. Платят полтора года. Максимальная выплата ежемесячного пособия что-то там 22, что ли, тысячи рублей. Послушайте, 22 тысячи рублей. Мы за аренду платим 40. А после полутора лет выплата составляет 50 рублей в месяц. Полтора года женщины многие наши сидят дома. Все думают, что им там просто горе, там каждый месяц выплачивают. Женщины сидят дома за 50 рублей в месяц. Меня просто это, знаете, так беспокоит. Я вот с 20 лет мне на собеседованиях постоянно задавали один и тот же вопрос. А когда вы в декрет? А не планируете ли вы в декрет? Я все время думала, боже мой, ну, наверное, там, это там сильно вот влияет на то, что я уйду и там как бы подставлю роботодателя. А оказывается, ё-моё, вы охренели, нет? Ой, у нас еще, конечно, были веселые истории в МФС, потому что требовались некоторые документы от мужа, которые, естественно, он предоставить не мог, потому что он иностранец. Опять с выходные пошла на лекцию в роддом. В этот раз захватила с собой мужа. Я решила указать ему, что такое все-таки роддом, чтобы он не боялся этого места. Цель, кстати, была достигнута. Первая часть лекции была про партнерские роды, кстати. В зале было много мужчин, и многие этим интересовались. От себя скажу, я не понимаю. Это вот мое мнение. Я считаю, что здесь должно быть как у животных. Когда самка рожает, она прячется куда-нибудь в теплое, темное место, чтобы ее никто не трогал, и совсем никакой самец ей там не нужен. Я за такой подход. Для меня он, кажется, естественным и логичным. И мне бы совсем не хотелось, чтобы мой муж на все это смотрел. Мое мнение. Вторая часть лекции касалась вакцинации. Тема прям больная для многих. Мама, было много вопросов. К сожалению, лектор не представилась. Естественно, она за вакцинацию. В итоге она не донесла нормально суть лекции. Вместо того, чтобы рассказывать, зачем нужна вакцинация, она больше половины лекции рассказывала про антипрививочные кампании и кто их организует. Я считаю, что ответственные родители за беременность должны решить три вопроса. Первое. В каком роддоме рожать? Второе. Как назвать ребенка? И третье. Делать ли прививки? На очередном визите в женскую консультацию выдали родовой сертификат. Теперь меня хотят видеть там не раз в месяц, а раз в две недели. Еще очень хотят, чтобы я постоянно таскала им свои анализы. Ой, еще у меня, кстати, появились прыщики на животе. И акушерка отправила меня к терапевту. Вообще у меня эти прыщики с десятой недели. Она у меня очень кожа, да, такая чувствительная. И, естественно, она там растянулась на животе. Еще я ее ковыряла. Вот терапевта посмотрела и согласилась с акушеркой, что это очень похоже на чесотку. И вас могут в роддоме из-за этого не принять? Покажитесь инфекционисту. Записалась хорошо, в поликлинике был инфекционист. Инфекционист посмотрел, сказал, я не могу исключить чесотку. Но вот есть нюанс, как бы чесотка, это не инфекционное заболевание. Поэтому вам не ко мне. Вам нужно ехать в КВД. Кожный венерологический диспансер. Конечно, беременный, это что, собственно, не съездить в КВД, что-нибудь там еще подхватить. Спросил, не хожу ли я в общественные бани. У меня вообще такое ощущение, что они вот первый раз такое увидели. Я так возмущалась просто, ну реально, еще бы спросил, не сплю ли я там под забором где-нибудь. Я вот спросила у инфекциониста, ну как бы вас не смущает, что локализация чесотки все-таки обычно на руках, а не на животе, я беременная, нет? Он говорит, это может быть совпадением. Мы не можем исключить чесотку. В общем, мне пришлось записаться в КВД. На этом пока все. Продолжение следует.